А вот в деле главы водоканала Александра Ковальчика наконец поставлена точка. Оправдательный приговор районного суда и их областные коллеги сегодня оставили без изменений. Напомню, Ковальчика обвиняли в растрате 19 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. О финале громкого процесса, в котором много воды, расскажет Анжела Брик. Вот уж точно из пустого в порожнее. Глава водоканала вновь следит, как льют воду. Но не на работе, а в суде. Прокуратура еще раз перечитала сырое дело Александра Ковальчика и не согласилась с оправдательным приговором. Вот и требует от областного суда поправить районных коллег. По результатам судебного следствия, государственное обвинение приходит к выводу о полной доказанности предъявленного обвинения. Гособвинение по-прежнему настаивает на том, что приковальчики мимо бюджета коммунального предприятия утекли 19 миллионов рублей. Мол, дорогого стоило решение дать застройщику Светлореченского поселка рассрочку для оплаты подготовки сетей. Заключение дополнительного соглашения, уже указанного подключения объекта строительства к сетям водоснабжения, имеется в виду отсрочка, не имело для мух водоканала экономической целесообразности и отрицательно в целом повлияло на финансовое состояние предприятия. Не был получен доход в виде суммы неустойки, а также не было обеспечено финансирование в размере обозначенной уже суммы, более 19 миллионов рублей. По этому соглашению в поселке, где возводится жилье для льготников и бюджетников, сети подключили бесплатно. Застройщик должен был расплатиться позже, когда начнет продавать коммерческое жилье. Но обвинители почему-то считают, что директор водоканала должен был думать прежде всего о прибыли. Это можно было не подписывать никаких документов о вводе этого жилья в эксплуатацию, соответственно, идти в суд и банкротить Аянку. Это знали все, что Аян не сможет расплатиться, и у нас бы появились обманутые дольщики на этом объекте. Это первый вариант. Ну и, соответственно, предприятие бы не получило ни копейки денег. При этом резонные доводы о том, что Ковальчик действовал по требованию региональных властей, почему-то никто не слышит. Органами государственной власти Сыровской области и муниципального образования давали указания о предоставлении отсрочки. Соответственно, признавая за этим социально полезную функцию и оправданность этого действия, органы предварительного следствия почему-то считают преступным исполнение вот этого самого указания. На апелляции прокуратура не отказалась и от обвинений в присвоении Ковальчиком страховой премии. Хотя законными эти действия признал даже арбитражный суд. А теперь еще и областной. Александр Ковальчик вновь признан невиновным. Честно говоря, ожидал, потому что абсолютно очевидно была надуманность. Определенное сомнение где-то на полпроцентика было, но тем не менее это скорее всего волнение, а не сомнение. Поэтому ожидал такого решения. Теперь Александр Ковальчик планирует целиком погрузиться в работу. В частности, добиваться совершенствования законодательства в своей сфере. Чтобы больше ни у кого не возникло подозрений, что коммунальщики мутят воду. Анжела Брик, Влад Клупаев. Новости 41-го канала.